Всем привет, это Марина. Сегодня я хотела бы с вами поделиться своими небольшими покупками, которые я делаю в рамках уже всем известного марафона. Марафон год без покупок. Звучит, конечно, странно, что я хочу рассказать о покупках в рамках этого марафона, но все-таки мы не стремимся к тому, чтобы не покупать совсем. Мы стремимся избавиться как раз от каких-то лишних вещей и перестать покупать ненужное нам. Вот, конечно же, судя по тому, что вы видите в кадре, если вы смотрите других девушек, которые участвуют в этом марафоне, то я думаю, вы догадаетесь, что я хочу передать сейчас привет Ларисе, потому что это она меня сподвигла на вот это, смотрите, что я купила. Лариса, привет! Это вот такие маски. Я очень давно не покупала себе маски вот в таких отдельных упаковках, хотя я их очень люблю. И на сейчас у меня есть всего лишь одна маска увлажняющая, которая мне не очень подходит. Ну, точнее, я ею пользуюсь время от времени, но она мне не очень нравится, поэтому как бы особого удовольствия нет, и я забываю ею вообще воспользоваться. И также у меня есть еще один пробник от Lush очищающей маски, то есть та увлажняющая, есть еще очищающая, которую я тоже постепенно скоро уже закончу. Мне сейчас не хватает увлажнения и питания, но в основном даже увлажнения, поэтому я, по примеру Ларисы, решила купить вот такие маски, которые идут с тканью. Первая маска Via Beauty с экстрактом коралла и морских водорослей. Это увлажняющая маска, то есть она должна быть вот такая вот полностью из ткани, чтобы ее наносить на лицо. Не знаю, можно ли ею пользоваться повторно или нет, вам обязательно потом расскажу. Вот эту маску я хотела попробовать с самого начала, как она появилась, но она изначально была просто как гель, без вот этой вот тканевой основы. Сейчас именно первую версию я уже не смогла найти, и я решила попробовать тканевую. Называется увлажнение и свежесть, это гарниер у нас. Сейчас посмотрим. И здесь я еще взяла патчи, потому что работаю за компьютером, глаза устают, и в общем-то как-то освежить взгляд, придать ему сияние, избавиться от каких-то мешков под глазами. Вот такие патчи с огурцом, снятие усталости, косметические диски на глаза. В общем, все это попробую. Лариса, еще раз тебе привет! Я, конечно, не буду покупать по 100 масок, я буду держаться нашего марафона, но все-таки вот эти вещи я за ближайшее время использую. И не стала бы их причислять во что-то ненужное, потому что мы все-таки не за аскетизм, а за рациональное использование наших финансов, за рациональные покупки, если так можно выразиться. В общем, всем спасибо за просмотр, пишите в своих результатах марафона мне в комментариях, может кому-то в личку удобно, мне будет очень интересно. Спасибо за внимание, всем пока!